Сегодня в Москве встречали участников молодежной экспедиции к Северному полюсу. Семеро юношей и девушек под руководством опытного путешественника Матвея Шпаро за шесть дней на лыжах прошли почти 100 километров по полярным льдам. Вместе с ними этот путь проделал и корреспондент Первого канала Александр Лякин. Я на Северном полюсе! Три, два, один! Чтобы зафиксировать взятие Северного полюса, нужен точный навигатор. Огромная арктическая льдина, покрывающая макушку земли, постоянно движется, унося путешественников от Северного полюса на несколько метров за одну минуту. Поэтому потереться о земной ось можно только очень короткое время. Но эти мгновения запомнятся участникам молодежной экспедиции на всю жизнь. Семь флагов — это семь регионов страны, каждый из которых представляет учащийся школы или кадетского училища. Плюс флаг Первого канала. Наша съемочная группа шла вместе с ребятами все эти шесть дней, преодолевая огромные ледяные завалы, которыми изрезана вся Арктика. Это не только так говорится, что мы на Северный полюс идем. На самом деле, вон на него ползем, преодолевая вот такие ледяные надолбы. Это две льдины столкнулись когда-то, и получились торосы. Очень часто они составляют целые поля, и приходится их постоянно преодолевать, перетаскивая сани с оборудованием и едой. Несколько дней только белый снег и величественные ледяные глыбы. Это обычная картина для арктического путешествия. А вот случайная встреча с полярниками из Австралии – это редчайший случай, когда маршруты двух групп пересекаются в одной точке. В эти дни сюда приходили и норвежцы, и англичане. И так получилось, что молодежная экспедиция под руководством Матвея Шпаро единственная из России, которая в этом году на лыжах добралась до Северного полюса. В любом случае, вне зависимости от того, кто еще был на Северном полюсе, конечно же, каждый из них несет свою крупинку в копилку достижений России в Арктике. С этого года экспедиция стала постоянным проектом Министерства образования. Дети не только представляют свою страну в Арктике и учатся путешествовать, но и узнают пределы своих возможностей. Каждый из этих ребят вернется в свою школу и расскажет о том, что удалось узнать, увидеть и пережить в экстремальных арктических условиях. Помимо цели дойти до Северного полюса, я еще ставил целью этого похода узнать о себе, о своем характере. Распорядок дня был очень простой. Десять часов шли, три часа разбивали лагерь, столько же собирали палатки. Остальное сон, на время которого устанавливали сигнализацию от белых медведей. Они, вопреки известной песенке, к земной оси забредают нечасто, но встреча с ними, конечно, очень опасна. Поэтому в санях руководитель экспедиции на всякий случай лежал карабин. Но во время долгих переходов о медведях совсем забываешь. Были места с тяжелыми торосами, которые действительно приходилось преодолевать с большой потерей сил. Ну и, наверное, резкий перепад в условиях, когда ты приезжаешь с тепла, и потом тебе приходится бежать за торос, ну что-то подобное. Туалет на улице – это на полюсе настоящее испытание, особенно для девочек, которые наравне с мальчишками тянули свои сани, где кроме личных вещей и одежды – запас продуктов. Есть шоколад, бафли есть, есть крупа. Она сублимированная, и кипятком она заваривается. Вот, это гречка. Вот это – кускус. А еще в каждых вторых санях лежали специальные гидрокостюмы, которые надеваются прямо поверх зимней одежды. Они работают как поплавок и выталкивают тебя из воды. Но именно поэтому переправляться в них очень непросто, особенно ребенку, который легко может перевернуться и зачерпнуть воду воротником. А ведь под ногами 4 километра холодной бездны. За несколько километров до Северного полюса нам по дороге попалась вот такая широкая полынья, которую можно преодолеть, только надев гидрокостюм и окунувшись в ледяную воду ледовитого океана. Этот океан отец Дмитрия Шпаро Дмитрий пересекал несколько раз. Самая длинная экспедиция была в 88-м году из Советского Союза через всю Арктику в Канаду. Сегодня он прилетел сюда на вертолете встречать сына его воспитанников. Если дети доходят до Северного полюса, то это вот самое лучшее доказательство, что Северный полюс для нас как дом. Это было очень хорошо подготовленное и очень тщательно просчитанное путешествие. Но тем не менее Арктика остается одним из самых суровых уголков Земли, где может случиться всякое. Поэтому понятна радость родителей, которые спустя неделю после начала похода встречали своих детей в аэропорту. Арктика оставила неизгладимое впечатление на всю жизнь. Просто внутри бурлят эмоции. Она безумно красивая, невероятная, очень интересная. Она завораживает. Она заставляет себя в некоторые моменты бороться с самого себя. Но это еще больше интерес дает. Едва закончился поход на Северный полюс, а его участники уже мечтают покорить еще более холодный Южный. А Матвей Шпаро начал готовить десятую, юбилейную молодежную экспедицию на край Земли, где долгим полярным днем можно увидеть сразу три солнца. Александр Лякин, Сергей Мухин, Екатерина Казаченко, Татьяна Бакулина, Стас Оплетин, Первый канал.